МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Период пандемии и самоизоляции стал золотым временем для развития интернет-пространства. Вопрос приобретения и оплаты решается дистанционно. Граждане все чаще попадаются на уловки мошенников. Методы их становятся все изощреннее. В совершении преступлений с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Есть ли у людей, попавшихся на уловки мошенников, шанс вернуть свои денежные средства? Какие способы обмана людей используют мошенники? И как это происходит? Это программа «Прокурор в теме». И я представляю гостей в студии, исполняющей обязанности прокурора Кировского района, советник юстиции Андрей Юрьевич Чудайкин. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, какие преступления как раз с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая, конечно, и сеть интернет, рассматриваются вообще сегодня в уголовном законодательстве? Следует отметить, что развитие технологий в современном мире обуславливает их проникновение во все сферы общественной жизни. И этим пользуются не только добросовестные пользователи коммуникационных сетей, но и, безусловно, злоумышленники, которые преследуют различные противоправные цели, в том числе цель личного обогащения. Повсеместно у нас регистрируются сообщения о преступлениях, связанные с хищением денежных средств как у юридических и физических лиц, с банковских и иных кредитных организаций, в том числе неправомерным списанием денежных средств с банковских счетов. В действующем уголовном законодательстве у нас предусмотрена уголовная ответственность за ряд противоправных деяний в рассматриваемой сфере. Перечислю самые основные из них, которые у нас совершаются. Но это в первую очередь преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса. Это именно хищение с банковского счета, равное в отношении электронных денежных средств. Также у нас предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ряд статьй Уголовного кодекса предусматривает ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, в том числе за мошенничество в сфере компьютерной информации. Также ряд статьй уголовного законодательства рассматривает признак совершения преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий как квалифицирующие либо отягчающие. Это, например, такие статьи, как неприкосновенность частной жизни, нарушение тайной переписки. И также преступления, предусмотренные статьей 228 Прим. 1 Уголовного кодекса. Это именно незаконное производство, сбыт наркотических средств либо психотропных веществ. Поэтому действующее уголовное законодательство в принципе в целом охватывает все основные сферы жизни, где возможно совершение данных противоправных деяний. Мы недаром сегодня затронули именно эту тему. И просто так, если мы говорим о хищении денежных средств с банковских карт, со счетов, можете ли вы назвать, и вообще можно ли так рассуждать, от какой суммы уже считается мошенничество? Ну, грубо говоря, если с карты пропало 500 тысяч рублей, и можно ли завести уже на эту сумму уголовное дело, либо здесь идет речь о каких-то крупных приличных суммах? Нет, ну, действующее уголовное законодательство действительно, поскольку это является квалифицирующим признаком совершения преступления, там не предусматривает какой-либо минимальный порог, не предусматривает. Вот, поэтому, безусловно, в каждом случае, то есть списание даже любой, даже пускай незначительной суммы, то есть мы здесь рекомендуем, безусловно, обращаться, то есть соответствующим заявлением в органы полиции, и уже в каждом конкретном случае будет проводиться проверка и даваться индивидуальная уже оценка, вот, ну, вне зависимости от суммы в данном случае. Хорошо. Мошенники используют разные способы обмана, вводят людей, ну, просто в стрессовое состояние. Расскажите, пожалуйста, а каким образом это происходит? Ведь наверняка есть примеры, которые это подтверждают. Да, безусловно, конечно, одна из основных задач злоумышленников здесь в данном случае, действительно, то есть создать у человека определенное чувство тревоги за свое финансовое благополучие, поэтому, безусловно, основные способы, которым совершаются данные преступления, это в основном, когда звонят гражданам определенной категории людей, представляясь либо сотрудниками пресс-центра, то есть, ну, колл-центра так называемого, либо сотрудниками службы безопасности, вот, сообщают сведения о том, что там, например, часть денежных средств у человека либо похищена, вот, либо их собираются похитить, либо, то есть, происходят какие-то неправомерные вообще действия с его банковским счетом, ну, в частности, какие-либо сомнительные операции, вот, и таким образом человек пытается вести стрессовое состояние, вот, для того, чтобы он, там, в определенном ускоренном порядке, там, предоставил какую-либо персональную информацию в отношении, там, своего банковской карты, вот, для того, чтобы злоумышленники потом могли воспользоваться для последующего списания денежных средств. Обычно, в первую очередь, конечно, это все происходит, и эту информацию они пытаются узнать посредством телефонного звонка. Выбирают, там, определенные, там, какие-то моменты, в частности, то есть, когда, там, например, человек, либо, там, возможно, спешит на работу, либо, опять же, возвращается. Ну, или какое-то определенное эмоциональное состояние у человека, да? Да, вы правы, абсолютно, да, какое-то эмоциональное состояние, действительно, когда человек определенным образом, возможно, даже ограничен в принятии решений, именно во времени даже, вот, и поэтому, ввиду того, что граждане опасаются, там, за сохранность своих, соответственно, денежных средств, которые находятся на счетах, пытаются таким образом узнать конфиденциальную информацию для последующего совершения противоправных действий. Можно ли сейчас сделать такой промежуточный выбор и сказать нашим уважаемым телезрителям о том, что ни в коем случае нельзя сообщать персональную информацию, особенно, вот, три те заветных цифры, которые обозначены на тыльной стороне банковской карты, верно? Я понимаю, какую информацию ни в коем случае еще нельзя сообщать мошенникам? Ну, безусловно, сотрудник банка, либо, там, иной кредитной организации, ну, настоящий сотрудник, соответственно, я имею в виду, никогда не будет у вас спрашивать, там, персональные данные, то есть, вашей банковской карты, там, либо пин-код, либо, действительно, как вы правильно сказали, то есть, три цифры, которые находятся на оборотной стороне, поскольку для того, чтобы, для того, чтобы, то есть, принять меры к сохранности вашего счета, у сотрудника банка действительно имеются все законные способы для этого, да, безусловно, и получение этой информации ему, в принципе, ни к чему. И не нужно будет звонить и спрашивать какую-то дополнительную информацию, все это есть в каждой базе данка банка, собственно, который и выпустил ту или иную карту, поэтому, зачем спрашивать? Уже стоит насторожиться, что это мошеннические действия. Я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, кто на сегодня попадает в группу риска лиц, в отношении которых, вот, как раз и совершаются эти мошеннические действия, Андрей Викторович? – Группа риска у нас самая разнообразная, вот, здесь, как говорится, определенную категорию тоже довольно-таки сложно выявить, но также, в первую очередь, конечно, следует отметить людей пожилого возраста, поскольку, действительно, сейчас век современных технологий, и люди пожилого возраста не всегда, то есть, успевают в полном объеме освоить современные средства, вот этим часто также пользуются злоумышленники. Также следует отметить категорию несовершеннолетних и молодежи, поскольку с развитием сети интернет у них идет активное общение посредством социальных сетей, вот, и, безусловно, безусловно, от определенного рода, там, категории злоумышленников к ним может поступать, там, определенные предложения для совершения определенных действий, которые не всегда, то есть, у нас несовершеннолетние понимают о том, что это действительно противоправно, вот. Ну, поэтому, вот, из, ну, это вот основные, конечно, категории социально уязвимые, но, как показывает практика, остальная категория граждан тоже, конечно, не застрахована от совершения данного рода противоправных деятелей. Вот как раз хотелось бы заострить на несовершеннолетних, на подростков, ну, начиная от, там, 10, 12, 13 лет, родители оформляют на детей карты, ну, чтобы были деньги на карманные расходы, и зачастую звонки поступают именно вот этой категории лиц, и я даже один раз стала свидетелем моему сыну, позвонили мошенники, но он сразу трубку передал мне, я поняла, с кем я разговариваю, и, собственно, все это пресекла. Но вот как молодежь именно оградить вот от таких действий? Может быть, есть какие-то, ну, вот, инструкции, да, понять сразу можно, что звонит мошенник Андрей Юрьевич? Ну, в первую очередь, в первую очередь, следует отметить о том, что, конечно, безусловно, родителям по отношению к своим несовершеннолетним детям нужно проводить разъяснительную работу, в частности, ну, которая будет направлена на повышение их как правовой, так и финансовой грамотности в данном случае, вот, объяснять, что возможны такие случаи, возможно, такие случаи, и, ну, проговаривать с ними определенный алгоритм действий, действий, которые, в принципе, могут быть совершены, ну, либо предложены определенного рода злоумышленниками в данном случае, вот, поэтому, в первую очередь, если идут такого рода звонки, то, конечно, несовершеннолетним в первую очередь лучше связаться с родителями, вот, поскольку... И никаких действий не предпринимать соответственно, да? Поскольку, безусловно, за своих несовершеннолетних детей ответственность несут взрослые, родители в данном случае. И поэтому, если какие-то там, например, даже имеется вопрос со стороны финансовых учреждений, в любом случае, их интересы несовершеннолетних будут представлять их родители. Да, все верно, не могу с вами не согласиться. Ну, а такой вопрос, ну, а если все-таки это не только звонок на телефон, а, к примеру, на электронную почту приходит уведомление, казалось бы, с официального сайта. Вот здесь как различить сайты двойников и, порой, мошенников? Здесь, в первую очередь, конечно, нужно обращать на, в первую очередь, нужно внимание обращать на реквизиты, которые, опять же, содержатся в данном официальном письме, и требования, которые выдвигаются в данном письме. Обращать внимание на сайт, откуда также это письмо поступило. Потому что официальные проверенные сайты финансовых организаций не будут требовать предоставления, опять же, какой-то либо персональной информации, начиная от домашнего адреса, заканчивая, опять же, там, пин-кодом каких-либо карт. Вот, и поэтому в данном случае, если возникают какие-то сомнения, то лучше, конечно, безусловно, связаться с официальной организацией по официальному номеру, который есть, и уточни, действительно ли такое письмо от них приходило, и какого рода требования эта организация выдвигает. Да, то есть, опять же, в адрес конкретного человека. Хорошо. Каким образом происходит вот как раз эта борьба с вредоносными интернет-сайтами? У нас, безусловно, имеется, опять же, в Российской Федерации единый реестр доменных имен, доменных имен с указанием страниц сети интернет, на которых у нас имеется определенная информация, которая ограничена к распространению на территории Российской Федерации. Вот, поэтому там ряд сайтов, ряд сайтов, с которых приходит там такая вредоносная, например, рассылка, то можно там посмотреть, включены ли они в этот реестр или нет. И также вот органы прокуратуры совместно с другими полномочными органами ведут также борьбу, направленную на, опять же, на ограничение доступа к данным сайтам, в первую очередь. Хорошо. Можете ли вы рассказать, есть ли на территории Кировского района вот именно случаи с хищением, совершением хищения с банковских карт? И приведите, пожалуйста, примеры из практики. Да, такие случаи, безусловно, имеются. Они в последнее время, конечно, весьма распространены становятся. Вот. Ну, в качестве примера можно сказать, что у нас недавно было Кировским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина в совершении 20 эпизодов мошенничества. Суть его мошеннических действий заключалась в следующем, что это был гражданин, который не имел постоянного источника дохода. И с целью, обманным путем привлечения населения от денежных средств от населения, он посредством сотовой связи и сети интернет получил доступ к определенным персональным анкетным данным граждан, которые имели задолженность перед банковскими организациями. После чего он осуществлял звонки на их номера сотовых телефонов, представляясь представителем коллекторского агентства, ссылался на то, что им были выкуплены финансовые обязательства перед банком и требовал перевода денежных средств в свой адрес. Вот. Таким образом, ряд граждан перевели денежные средства, вот, хотя на самом деле он на это право никакого не имел. Кроме того, на базе определенных интернет-площадок он разместил сведения о том, что он может помочь оказать содействие в выдаче кредитов определенными банковскими организациями для лиц, у которых имеется просроченная кредиторская задолженность, ну, либо испорченная кредитная история за определенные денежные вознаграждения. Далее он представлялся сотрудниками определенных банков, вот, и граждане переводили в его адрес денежные средства, якобы за оказание содействия в получении кредитов. Таким образом, было совершено мошенничество в отношении 29 граждан на общую сумму не менее чем полмиллиона рублей. Ну, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде ущерб потерпевшим в данном случае был погашен им в полном объеме. Ну, а в любом случае уголовная ответственность такому мошеннику грозит, и, кстати, если это некая официальная информация, каким образом был выявлен этот зломошенник? Нет, это уголовная ответственность однозначно за такие деяния грозит, даже несмотря на возмещение причиненного ущерба. Вот, но в данном случае здесь это преступление было раскрыто оперативным путем по обращениям соответствующих граждан, которые потерпели от его неправомерных действий. Есть ли у людей, попавшихся на уловки мошенников, все-таки шанс вернуть денежные средства? Да, безусловно, такие шансы есть, но для этого, конечно, необходимо в первую очередь, если происходит какого-либо рода списание неправомерное с банковского счета, незамедлительно обратиться в свою финансовую организацию, вот, как посредством телефонного звонка, либо лично, при необходимости, конечно, заблокировать свой банковский счет, чтобы не допустить неправомерного списания денежных средств. Сразу же, также, необходимо незамедлительно сообщить об этом органу полиции, как посредством телефонного звонка, так и путем написания соответствующего письменного заявления, в котором подробно изложить все обстоятельства, также при необходимости приложить соответствующие распечатки, либо выписки, опять же, с банковского счета, для того, чтобы оперативно можно было уже реагировать на данный факт. В каком случае, когда попался на уловки мошенников, стоит идти в прокуратуру, а не в полицию? И почему органы прокуратуры именно занимаются расследованием и исследованием этой проблемы? В органы прокуратуры, безусловно, конечно, необходимо обращаться также, да. В первую очередь, у нас здесь выступает эта надзорная функция, поскольку, действительно, выявлением и расследованием данного рода преступления у нас занимается правоохранительный блок, это именно органы полиции, в некоторых случаях органы следственного комитета также. И для того, чтобы, если человек, например, по каким-то либо объективным причинам не смог своевременно обратиться в органы полиции, то, безусловно, конечно, в любом случае, если ему так удобнее, необходимо, чтобы он обратился в органы прокуратуры, мы, безусловно, инициируем организацию соответствующей проверки с полным контролем за ее результатами. Или в том случае, когда по каким-то причинам правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на заявления и обращения граждан, и ничего не предпринимают. Я не утверждаю, но, возможно, бывают и такие случаи. Если да, то, наверное, опять же прямой путь прокуратуры. И, безусловно, если такого рода факты имеют место, то, конечно, необходимо сразу же к нам обращаться для того, чтобы мы пресекали подобного рода факты и активизировали уже деятельность органов правопорядка в этой части. Да, а скажите, пожалуйста, вот наиболее комфортный для всех, и для вас в том числе, потому что, конечно же, у вас колоссальнейший объем работы и обращений поступает, ну, не десятки, то сотни-то точно. Какой максимально простой путь и комфортный, я повторюсь, обращению в прокуратуру от граждан? Это письменно. Либо прийти на личный прием, который, я знаю, вы тоже проводите, либо через сеть интернет написать жалобу, обращение, не знаю, через социальные сети. Каким образом вы взаимодействуете с населением? У нас уровень взаимодействия совершенно весьма различный. То есть, ну, в первую очередь, конечно, если имеет место определенные какие-то трудности для того, чтобы лично приехать, то у нас действительно сейчас, конечно, есть сеть интернет, вот, портал государственных услуг, также через которые можно оперативно подать соответствующее обращение, которое у нас незамедлительно принимается к производству. Вот. Если есть, конечно, такая возможность, то у нас каждый день проводится личный прием граждан, и поэтому, безусловно, соответствующий сотрудник прокуратуры, то есть, также на личном приеме, примет любое обращение и сразу же возьмем его в работу и будем проводить соответствующие уже проверочные мероприятия. Ну, обращение не просто подать, а вам его принять. Наверное, разъясните, пожалуйста, нужны какие-то подтверждающие факт мошенничества, доказательства. Не просто же так прийти и на словах рассказать, и голословно, может быть, огульно кого-то, не дай бог, обвинив. Нужны ли какие-то материалы, подтверждающие, что в адрес гражданина были произведены мошеннические действия? Ну, кроме заявления, конечно, то есть, необходимо подробно здесь объяснить вообще, как эта вся ситуация произошла, потому что способы бывают совершенно разные, совершенно разные. И, по большей части, конечно, если происходило списание денежных средств с расчетного счета, то, в первую очередь, конечно, необходимо приложить выписку, то есть, по движению с банковского счета, для того, чтобы можно было посмотреть, действительно, оценить момент списания денежных средств в период времени также. Кроме этого, я могу сказать, что на первоначальной стадии, в принципе, иных документов не требуется. Да, для того же, самое главное, чтобы были хоть какие-то подтверждающие документы, вот, ну, от которого рода я уже сказал, для того, чтобы уже правоохранительные органы могли взять заявление в работу и полноценно уже проводить проверку, решать вопрос о возбуждении уголовного дела, а дальше уже в рамках расследования уголовного дела подробно устанавливать все обстоятельства, то есть, именно списание денежных средств, куда эти денежные средства поступили, вот, и все их последующее движение. Скажите, пожалуйста, а по статистике, которую вы, вероятно, тоже ведете, есть ли, ну, может быть, дела, которые раскрыли, и в какие сроки, и сложно ли вообще раскрывать вот подобного рода мошеннические преступления? Ну, я могу сказать, что да, расследование данного вида преступлений представляет определенную сложность, вот, но, несмотря, то есть, на все имеющие сложности имеются и успешные примеры, которых немало. Вот, если даже хорошо взять статистику по территории Кировского района, вот, за 8 месяцев текущего года у нас было зарегистрировано 609 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. В суд у нас было направлено, в суд у нас было направлено 218 уголовных дел, то есть, о совершении преступления этой категории в отношении 83 лиц. Поэтому, конечно, данная статистика, она, ну, не могу сказать, что носит какой-то положительный характер, но определенные результаты у нас имеются на данном направлении. Вот, ну, и в дальнейшем также мы свою работу стараемся совершенствовать. И вот еще один любопытный момент. Я заметила в своей жизни, а также в жизни своих друзей и знакомых, что часто поступают звонки, которых, соответственно, ну, неизвестные, да, номера, и длится звонок там всего 2-3 секунды. Вот на что это рассчитано, и что это какой-то особый вид мошенничества? Ну, это рассчитано, в первую очередь, на то, что гражданин перезвонит обратно по данному номеру, вот, ну, и после чего варианты, конечно, уже дальнейшего диалога могут быть там самые разные, вот, но главное, чтобы человек перезвонил. Это могут либо какие-то определенные услуги, либо какие-то определенные действия от него просить, совершить. Поэтому в любом случае, если какие-то сомнения возникают, какие-то сомнения возникают, то лучше, конечно, диалог с такого рода лицами, которые звонят с таких номеров, не продолжать. Тем более, если просят совершить какие-то определенные действия, которые направлены действительно там на перевод денежных средств, либо на сообщение какой-то персональной информации, вот, и при необходимости там получения каких-либо финансовых услуг, то, безусловно, конечно, лучше обратиться либо лично в эту финансовую организацию, либо также позвонить на официальный сайт этой организации, ну, по официальному номеру, который на сайте указан, и уже получить всю необходимую информацию об определенных услугах, которые они готовы предоставить. Ну, а я в данном случае руководствуюсь всегда тем, что кому, если очень нужно, тот перезвонит. Безусловно. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот тоже очень актуальная тема покупки в интернет-магазинах, да, особенно когда вот пандемия, и стараемся как-то вот удаленно их совершать. Скажите, пожалуйста, вот как понять, что все-таки вот этот сайт подложный? Ну, в данном случае, в данном случае здесь можно сказать, что, ну, в качестве рекомендации, что, конечно, лучше пользоваться, в первую очередь, только проверенными сайтами, вот, которые имеют защищенные соединения, вот, также стараться не пользоваться, то есть, опять же, сайтами, которые, ну, вызывают определенного рода сомнения и содержат какую-либо сомнительную информацию о предоставлении каких-то непонятных услуг, и в данном случае, в данном случае проявлять, в первую очередь, гражданскую сознательность и по отношению к сообщению своих персональных данных, если, опять же, требуется для регистрации на этом сайте, потому что нужно понимать, что за предоставление своих персональных данных, то в дальнейшем уже человек будет нести ответственность сам, ответственность сам, в том числе в случае какого-либо списания денежных средств, как иногда у нас, конечно, такое происходит. Вот, кстати, по поводу сознательности граждан, уж сколько раз твердили миру, да, вспоминая басню, крылатые слова, везде об этом сейчас говорится, и в интернете, и по телевидению. Я вот с вашими коллегами о мошенничествах, о мошенничких действиях не раз беседовала, но все равно мошенники не дремлют, все равно преступление происходит, вы, сотрудники прокуратуры, делаете все, чтобы их пресечь, полиция работает, но все равно преступления продолжаются, продолжаются, продолжаются. Права ли я в своем утверждении, или все-таки на спад идет вот именно статистика этих преступлений? И все-таки еще раз попрошу вас напомнить, о чем всегда стоит помнить и никогда не забывать. Ну и, конечно, быть всегда предельно начеку, неважно, какое, мы говорили с вами сегодня уже об этом, эмоциональное состояние и мошенник, вот как на зло попадает именно тогда, когда человек, ну вот, расположен, что ли, или настроен вот расстаться со своими кровно-заработками. Здесь я могу сказать о том, что, конечно, выявление этих преступлений у нас продолжается дальше, дальше в дальнейшем, ну, данного вида преступления совершаются каждый день, но о какой-то, о какой-то резком росте я не могу сейчас, конечно, вести речь, я отвечаю в первую очередь, конечно, за территорию только определенного района, вот, но здесь в качестве совета я могу, конечно, сказать о том, что необходимо в первую очередь повышать свою как правовую, так и финансовую грамотность в данном случае, не стесняться также звонить в службы в пресс-центры банков, уточнять определенного рода сведения, какие интересуют, вот, все контактные данные, потому что имеются как на банковской карте, куда можно перезвонить, либо на официальном сайте в данном случае, вот, и в первую очередь помнить о том, что действительно за все свои действия, за всю сообщенную информацию каким-либо лицам, которые звонят, в том числе, то есть посредством сотовой связи, телефонного звонка, то есть, что, ну, люди будут нести в первую очередь ответственность сами, потому что если будет сообщена определенного рода конфиденциальная информация, как мы уже до этого говорили, там, персональные данные, пин-код, номер карты, то, конечно, этого уже зачастую бывает достаточно зломышленникам для того, чтобы уже произвести определенного рода списание, либо, как у нас иногда такие преступления совершаются, что кредитные обязательства на человека не обоснованно также оформляются для того, чтобы избежать всех этих фактов, как я уже сказал, что в первую очередь, конечно, нужно больше повышать свою правовую финансовую грамоту. И еще один момент, о котором обязательно нужно, я так думаю, сказать в нашей сегодняшней программе, это когда люди теряют документы официально, это паспорта, в этом случае возможно оформление кредита на человека, и когда теряется телефон, ведь сейчас в нашем телефоне, в этой волшебной коробочке находится вся наша жизнь, все карты онлайн, и пожалуйста, если человек теряет телефон, и злоумышленник попадет в телефон злоумышленнику в руки, и взламывается пин-код, то вот в данном случае что делать? В данном случае, то есть, ну, если мы говорим об утере паспорта, конечно, необходимо сразу же заявить в органы внутренних дел с целью его восстановления, вот, если произошла утеря сотовой телефона, то необходимо незамедлительно, на мой взгляд, конечно, заблокировать сим-карту, сообщить также об этом в органы полиции, в органы полиции, вот, и, ну, это, конечно, на индивидуальное усмотрение каждого, вот, если имеется привязка к каким-либо банковским счетам, конечно, то сообщить об этом банковское учреждение, и при необходимости, конечно, осуществить блокировку каких-либо счетов, если они были привязаны к телефону, вот, ну, после чего... И все-таки это стоит сделать? Ну, на мой взгляд, это индивидуальный выбор каждого, здесь, здесь нельзя диктовать кому-либо какой-то определенный алгоритм, но для того, чтобы, конечно, себя обезопасить, как минимум, сотовый телефон, сим-карту заблокировать необходимо, для того, чтобы нельзя было, то есть, опять же, получить доступ к всей информации, которая находится на конкретном сотовом телефоне. Да, и персональные данные, как правило, как я уже сказала, вся у нас жизнь в телефонах, и фотографии, и документы у нас в телефонах, и все-все-все. Ну что же, да, спасибо вам большое, наш разговор подошел к концу, благодарю вас за ваши компетентные профессиональные ответы, ждем вас снова в этой студии, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, ну, а подводя итоги, полагаю, что в условиях появления новых вызов криминального сообщества, без малейшего сомнения использующего отсутствия границ в виртуальном пространстве, мы можем, если не минимизировать преступную деятельность в киберпространстве, то самое меньшее не позволит злоумышленникам избежать установленной ответственности за свои действия. Это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова